В общем, у меня цилия о том, какие морфологические параметры могут повлиять на тактику, и о них можно говорить, конечно, долго. Я не предполагала такого подвоха в виде такого вопроса, поэтому я просто коротенько остановлюсь на тех моментах, которые мы можем оценить и которые могут привести к тому, что вы измените как-то свою тактику. И первое, конечно, что влияет на этот выбор, это биология опухоли глобально. И это отчасти может быть и молекулярная характеристика, комплексная. Мы немножко коснемся того, какие на сегодняшний день есть подходы к использованию молекулярной субклассификации для этой локализации. Ну и, конечно, наличие каких-то мишеней молекулярных, которые могут быть использованы для какой-то направленной терапии. Ну и мы морфологи, гистологический тип нам ближе всего, пожалуй, как базис нашей работы, и это один из основополагающих моментов с точки зрения выбора тактики. И сейчас мы пользуемся классификацией Всемирной организации здравоохранения, которая была опубликована в 2022 году. Ну и есть ряд морфологических факторов прогноза, которых мы касались сегодня уже в отношении других локализаций. Это такие, как инфовускулярная инвазия, например, универсальный, довольно фактор неблагоприятного прогноза. Ну и есть специфические особенности, такие как гетерологическая дифференцировка. И, безусловно, грейд или степень злокачественности гистологической определяет тактику, как и стадия. Ну, начнем мы со стадии, и, может быть, до этого случая мы тоже доберемся с этим вопросом, потому что в связи с выходом новой классификации ВОЗ, наверное, имеет смысл вернуться к вопросу о субстадировании категории Т1. Потому что некоторое время этот вопрос занимал умы специалистов довольно активно. И существует масса подходов, масса подходов к измерению этой глубины инвазии. Она может быть линейно измерена, она может быть в клетках измерена или в полях зрения. Проблема в том, что, собственно, собственная пластинка слизистой мочевого пузыря не имеет четко выраженной анатомической структуры, такой как мышечная пластинка. Она может быть выражена в разной степени, может быть прерывистой, может быть гипертрофированной. Иногда используют в качестве ориентира сосудистые сплетения. И предложено несколько способов субклассификации. Есть двухступенчатые, трехступенчатые. Но, тем не менее, чтобы долго не занимать ваше время, как и в 2016 году, и в 2018 году, и в 2022 году, ни одно из существующих руководств не рекомендует использовать какой-то конкретный подход для субклассификации. Это касается, собственно, и AGCC, то есть NM8, и нынешняя классификация. Вот мне нравится эта цитата из классификации. Здесь написано, что патологи настойчиво поддерживаются в том, чтобы каким-то образом из предложенных оценивать поражение собственной пластинки слизистой. То есть каким-то любым из способов. Что это значит? Это значит, что мы просто с вами находимся на этапе накопления данных. Данных из реальной клинической практики, чтобы потом можно было эти данные анализировать и выбрать какой-то способ, который максимально эффективен с точки зрения клиники. С другой стороны, может быть, таким триггером развития этого направления послужит изменение способа получения этого материала, потому что есть способ N-блок резекции образования мочевого пузыря по типу диссекции или резекции по слизистым слоям, которые мы уже довольно давно исследуем при опухоли желудочно-кишечного тракта. Это, конечно, образцы, которые, в отличие от трансфуртральной резекции стандартной, могут быть ориентированы, могут быть вырезаны таким образом, что мы можем оценить реальной, в перпендикулярной плоскости протяженность инвайдей и выразить ее каким-то способом более надежным. Может быть, это изменит клиническую практику. Что касается грейда, то грейд, собственно, является одним из индикаторов или одним из параметров классификации, в том числе в действующей классификации. И мы знаем, что большая часть новообразования мочевого пузыря – это поверхностные новообразования или неинвазивные. И, собственно, грейд определяет не только степень злокачественности, но и нозологическую единицу. И неинвазивные ротериальные карциномы низкой степени злокачественности, мы знаем, что они в 10-20% случаев прогрессируют с повышением стадии либо с повышением грейда. Неинвазивные хайгрейд карциномы прогрессируют в 25% случаев, но фактически с повышением стадии. Таким образом, вот в этой локализации фактически действуют правила Парета. Условно у нас порядка 80% у ротериальных раков – это неинвазивные, 20% – инвазивные, и из них 20%, которые неинвазивные, прогрессируют и становятся инвазивными. Но при этом, с точки зрения морфологической оценки грейда, мы знаем, что папиллярные неинвазивные опухоли – они гетерогенные. То есть они имеют участки, которые соответствуют морфологическим критериям грейда, представленные в разной степени. И по литературным данным, до трети случаев неинвазивных папиллярных у ротериальных карцином гетерогены с точки зрения грейда. И на сегодняшний день рекомендации таковы, что если хайгрейд компонент, который соответствует морфологическим параметрам, составляет 5 и более процентов, мы должны всю эту опухоль назвать хайгрейд опухолью. То есть если это большая трансфортеральная реекция, большое новообразование, во-первых, чтобы адекватно оценить грейд, мы должны тотально исследовать этот материал, а с другой стороны, мы должны очень тщательно оценить, какую площадь занимают эти фокусы, их может быть несколько, которые представлены хайгрейд компонентом. Если же этих участков меньше 5%, то мы должны репортировать это новообразование как логрейд карциному, но указывать в репорте, что имеется хайгрейд компонент. Это своего рода такая промежуточная история, и мы знаем, что наши клинические коллеги не любят промежуточные истории. Но, тем не менее, вы должны понимать, что вы можете столкнуться с таким заключением. Фактически эти опухоли, по прогнозу, практически идентичны логрейд карциномам, но есть вот этот фактор, который может определять более агрессивное течение у конкретного пациента. То есть заключение становится более информативным. Что касается инфильтративного или инвазивного ротелиального рака, то подавляющее большинство этих опухолей расцениваются как хайгрейд опухоли. На самом деле критериев лоугрейд для инвазивного рака нет, но в ВОЗ опять же написано, что они все должны быть градированы, потому что есть некие данные, которые говорят о том, что лоугрейд карциномы инвазивные имеют лучший прогноз. Но на что нужно обратить внимание, что наличие гетерологической дифференцировки и любые специфические варианты у ротелиального рака инвазивного автоматом относятся к хайгрейд карциномам. Особенно это, конечно, связано с такими образованиями, например, которые имеют диффузный тип роста по типу плазмоцитоидной карциномы. У ротелиальной она, как, собственно, другие карциномы с подобным типом роста, обладает более высокой потенцией к локальной инвазии, инвазивности и метастазированию. Ну и, собственно, мы опять же возвращаемся к тому, что классификация у нас устроена вот именно таким образом, что у нас есть образования фактически популярные, они представлены на правой половине слайда, и есть образования плоские. И эта классификация не просто по форме или по степени выпуклости образования, она имеет под собой молекулярную базу. Это одна из старых схем, но, тем не менее, она показывает принципиально, как устроена эта история и почему классификация именно таким образом организована. Потому что у нас есть так называемый популярный путь, это верхняя часть, одной из частых и ранних мутаций в этом рукаве является мутация в генах FGFR, как правило, это FGFR-3 мутация. И по мере прогрессии, это популярная гиперплазия, так называемая, логрейт карцинома, хайгрейт карцинома, которые, как мы уже сказали, в небольшом проценте случаев могут, так сказать, прогрессировать с повышением стадии, с развитием инвазии. И есть плоский путь, это нижний рукав. Ранним мутационным событием является мутация в гене F53, это приводит к плоской дисплазии, так называемой. Через карциному инситу, как правило, мы имеем раннее развитие инфильтративного рака мочевого пузыря, в том числе мышечно-инвазивных его форм. То есть это не просто архитектурная прогрессия от какого-то поверхностного образования к инфильтративному или от лоу-грейт образования к хайгрейт образованию. Это прогрессия биологическая, которую мы, собственно, можем с вами наблюдать. И вот эта гетерогенность грейдов в неинвазивных популярных новообразованиях отражает вот эту мультифокальную гетерогенную прогрессию биологическую в пределах образования. И это приводит нас к тому, что вот это вот разнообразие различных молекулярных нарушений хочется как-то упорядочить. И предпринимались усилия по разработке молекулярной субклассификации рака мочевого пузыря и по аналогии с раком молочной железы, и по аналогии с другими локализациями, для которых на сегодняшний день существуют такие суррогатные классификации. Вот к чему мы пришли. Собственно, это данные из последней классификации Всемирной организации здравоохранения. Здесь приведена вот эта вот консенсусная молекулярная классификация, которая фактически основана на шести классификациях. Они вот в нижней правой части слайда приведены. И фактически сейчас нам предлагается делить все опухоли, в первую очередь инвазивные мочевого пузыря, на шесть классов. Это три люминальных подкласса, базальный или сквамозный, богатый стромой, нейроэндокриноподобный. Разница у них имеется существенная с точки зрения агрессивности поведения, с точки зрения потенциального патогенетического пути развития, с точки зрения ответа на иммуноонкологическую терапию. Поэтому, конечно, молекулярная ступоклассификация привлекательный инструмент, в том числе выбора системной терапии или локальной терапии для пациентов с раком мочевого пузыря. Но это данные, которые основаны на анализе транскриптома, то есть это необходимость использования молекулярных исследований, это НГС, это РНК-бейст НГС, это сложные технологии, дорогие технологии. И вот так как мы годами уже изучаем эту молекулярную ступоклассификацию, было несколько подходов по разработке суррогатной иммуногистохимической классификации на эти суррогатные подтипы, как и для рака молочной железы. Почему до сих пор мы не имеем работающей схемы? Потому что большинство этих подходов предполагает использование большого количества антител, то есть это 7, 10, 12, то есть это уже дорогой метод с точки зрения затрат. А с другой стороны, это антитела, которые направлены на промежуточные филаменты, там, цитокератины, их оценка вариабельна среди патологов. И это приводит еще к дополнительному снижению эффективности использования таких суррогатных подходов. Поэтому пока это, в общем, будущее в большей степени, чем реальность. Но что есть реальность? Это, конечно, ПДЛ-тестирование для рака мочевого пузыря. Мы уже сегодня говорили о том, что это очень эффективные подходы с точки зрения терапии, но для того, чтобы говорить, насколько это будет эффективно, нам нужно знать, есть ли гиперэкспрессия ПДЛ-1 в этом конкретном случае или нет. И для рака мочевого пузыря основной вклад в ПДЛ-1-позитивность это, конечно, иммунные клетки. Опухолевые клетки могут экспрессировать этот маркер, но, тем не менее, это в меньшей степени коррелирует с ответом на иммуно-онкологическую терапию. Вообще, иммуногенность рака мочевого пузыря вполне понятна история, потому что это опухоль с высокой мутационной нагрузкой, это часто опухоль, ассоциированный с курением, как в данном конкретном клиническом примере. И поэтому мы знаем, что это определяет иммуногенность в большой части случаев. И у нас есть два основных препарата, которые могут быть использованы при этой локализации. Это пембролизумаб и отезолизубамб. И вы видите, что для каждого из этих препаратов есть предпочтительный тест. Это разные клоны и разные платформы. Да, клиницисты не всегда над этим задумываются. Поэтому в идеале для этой локации у нас нету какого-то гармонизации по тестированию. Мы не можем использовать или взаимозаменять эти клоны. Есть предпочтительная связка между препаратом и тестом. В силу того, что отезолизумаб в этой локализации используется чаще, если у нас нет информации, как у патолога, о том, какой препарат будет назначен, мы, так сказать, по умолчанию используем клон СП-142, который, так сказать, сродни отезолизумабу. Но если вы хотите назначить пембролизумаб, это другой клон и другая система подсчета. В этом, собственно, еще одна загвоздка. То есть это не просто разные тест-системы, разные антитела, разные клоны, еще и разный способ оценки результатов окрашивания. Поэтому, собственно, я хотела закончить вот этим слайдом замечательным. О том, что мы, конечно, можем многое. Я бы даже сказала, что для нас невозможного мало. Но то, что мы реально делаем, зависит от того, какие вы задачи перед нами ставите, какие вопросы вы нам задаете. Поэтому мы можем вернуться к вашему вопросу. Спасибо. Спасибо большое, Анна Сергеевна. Я его быскость. Как вы сказали, невозможного практически нет. А что насчет мутационной нагрузки? Каковы перспективы в России определять мутационную нагрузку? Потому что хоть и показали результаты исследования, там, например, Айвигр-130, что там не сильно нет разницы, отрицательные исследования, тем не менее в прошлом году АСКО-ДжиЮ они проанализировали именно по степени мутационной нагрузки и степень ответа на иммунные препараты. И чем выше мутационная нагрузка, там пороговое значение более 10, тем выше вероятность того, что все-таки для этих пациентов целесообразнее применять иммунопрепарат. Как показывает в целом опыт применения иммуно-онкологических препаратов в разных локализациях, больше всего, конечно, он изучен для рака легкого. И там тоже был период, когда возлагались большие надежды на мутационную нагрузку. Сейчас отказались от этого совсем, хотя в некоторых местах прописано о том, что этот индикатор может быть использован при отсутствии других показаний для иммуно-онкологической терапии. Во-первых, это сложный тест, но самый большой вопрос не только в том, как его сделать, но и в том, какой порог использовать. И в какой лаборатории, и в каком центре какой порог может быть индикатором ответа на терапию. Но если говорить глобально и с биологической точки зрения, то с точки зрения оценки эффективности иммуно-терапии и каких-то факторов, которые могут предсказывать ее, всегда комплекс тестов оказывается более эффективным, чем какой-то один тест. То есть если у вас есть внутриопухолевая инфильтрация лимфоцитами, экспрессия ПДЛ, мутационная нагрузка, это более эффективный предиктор ответа на терапию, чем какой-то отдельно взятый предиктор. И я думаю, что в силу объективных сложностей и ограничений по использованию, вряд ли этот тест получит широкое распространение, в том числе для этой локализации. Можно вопрос? Такой очень приземленный вопрос. Очень часто наши морфологи после трансфораторальной резекции пишут, опухоль прорастает в мышечную пластинку, но мышечный слой интактный. Мы как клиницисты иногда... Мышечную пластинку слизистой, в смысле? Да. Мышечную пластинку, мышечный слой интактный. Вот такая формулировка. Мы как клиницисты, бывают опухоли, которые мы четко понимаем, что это поверхностная опухоль, бывают опухоли, которые четко понимаем, что это инвазивный, мышечно-инвазивный процесс, А бывает вот что-то не то, не все. Вы как врач-морфолог, как оцениваете мышечную пластинку и мышечный слой интаплив? Ну, и на мой взгляд, наверное, если у вас вызывают какие-то вопросы, надо спросить, что имел в виду патолог, потому что, на мой взгляд, он имел в виду мышечную пластинку слизистой. То есть фактически он вам оценил глубину инвазии категории Т1. То есть это не мышечно-инвазивный рак, но с инвазией в мышечную пластинку слизистой. То есть это глубокая инвазия в подслизистый слой. Спасибо. Ну, с точки зрения формулировки, это вообще отдельная история. Мне кажется, это исключительно вопрос коммуникации, потому что заключения мы формулируем для вас, и они должны быть вам понятны. Если у вас возникают какие-то вопросы, я думаю, что никакой патолог не будет, так сказать, испытывать какое-то недовольство, если вы ему скажете, что вот мне не вполне понятно, если бы вы написали вот так вот, то было бы вообще круто. Нет, это разумно. Понятно, взаимодействие есть, но у нас иногда хочется мнения о другом морфологу. Спасибо. Я обычно в таких случаях говорю, что я по бумажкам не диагностирую, мне нужно стекло. Спасибо. Спасибо. Вячеслав Геннадьевич, я думаю, нужно повторить вопрос, который был. Анна Сергеевна, извините, я вас тогда все-таки помучу, если вы не против. Все-таки что здесь изображено, как вы считаете? Ну так, тут сложности нет никакой. Стекло есть, Анна Сергеевна. Ну, смотрите, здесь действительно популярное образование с очень низкой цитологической атипией, с охранным зонтичным слоем клеток, отсутствие утолщения пласта уротелиального. Но все ли образование представлено таким? Да, мне кажется, вы что-то скрываете все-таки. Потому что это не бьется с... Ну, то есть морфология здесь не бьется с лучевыми данными. Правильно ли, если я скажу, что мышечного слоя там нет? Нет, в этой картинке мышечного слоя нет. Вы молодцы. Смотрите, в ролике. Уже разбираемся немножко. Даже уже микроскопию могу посмотреть. Да, Анна Сергеевна, спасибо за Ваш комментарий. Действительно, это по заключению была уротелиальная папиллома, но она была получена в результате щепковой биопсии. По месту жительства у пациента выполнена была цископия. И вот, если можно... Ну, вот Сергею Александровичу, может быть, вопрос адресовать. Вот если наша клиническая картина такая, да, с лучевыми методами обследования, и такое исследование гистологическое мы получаем, я надеялся, что здесь будут студенты, может быть, и ординаторы молодые, кому вот этот вопрос, наверное, на него нужно будет ответить и будет актуально. Может быть, кому-то для кого-то это что-то новое будет. Просто в моей жизни была практика такая, что были пациенты, у которых уролог, получая такое заключение, рекомендовал пациентам динамическое наблюдение. Вот были ли такие пациенты у вас в практике? И как вообще в этой ситуации? Разумно ли динамическое наблюдение дальше у пациентов в случае такой щепковой биопсии? Нет, конечно, неразумно динамическое наблюдение. И вообще, ну, собственно, что показывает логика, что в этой ситуации щепковая биопсия, наверное, нецелесообразна как минимум тур биопсии, если невозможно полная трансуртральная резекция образований, представленных в мочевом пузыре. Но это уже исходя из технических возможностей удаления. С как демостатической целью, так и верификацией и определением глубины инвазии. Да, просто, собственно, вопрос. Пациентам мучили интермитирующая макрогематурия, а его отправляют под наблюдение? Ну, вот такого пациента мы имеем, да. Но мы видим, анемии выражено не было, и как бы он экстренно не гецепитализировался. Можно я тогда еще немножко состряну? Просто когда вы получаете заключение уротелиальная папиллома... Сколько лет пациентов? 65. У пациента 65 лет, да, с длительным стажем курения, многочисленными образованиями, там, до 5 сантиметров, это вообще не сходится. Потому что ротелиальная папиллома – это маленькие образования. И, как правило, эпидемиологическое окно – это пациенты около 30 лет мужчины. Ну, видимо, щепнули то, что было полегче, да, там, с краешку побоялись, что если щепнуть что-то большое... Это получилось, но просто к тому, что у вас фактически морфологическое заключение совсем не бьется ни с эпидемиологией, ни с клиникой, ни с лучевыми данными. И это, конечно, повод не назначать динамическое наблюдение. Ну, вообще, по нашему опыту, да, спасибо за комментарий, Анна Сергеевна. По нашему опыту, вообще все образования мочевого пузыря требуют удаления, как бы в любом случае, вне зависимости от щепковой биопсии. Потому что, как я понимаю, дистальные фрагменты опухоли, они более высоко дифференцированы и могут симулировать признаки доброкачественной опухоли. Вот, и, конечно, у этого пациента мы выполнили цистоскопию, по данным которой... Несколько опухолей, также совпадает информация с данными МРТ. Наиболее крупная из них в области правого устья. Наиболее крупная в области правого устья. В основном все экзофитные компоненты представлены на широком основании. При этом множественные ансевы, изучено в том числе в НБА, был мочевой пузырь. Вот, и пациенту выполнена резекция. Ну, в каком объеме, я думаю, сейчас я не буду говорить пока, но, скажем так, полностенную резекцию мы получили. И гистологическое заключение мы тоже получили, которое представлено на данном слайде. Коллеги, а поднимите руку, у кого из присутствующих в зале в клинике есть технологии НБА? Ух ты, ничего себе. Евгений Валерьевич. Нет? А, да. Извините, отвлек. Здорово. А кто пользуется фотодинамической диагностикой? Челябинск. Меньше, да? Ну, вот мне кажется, такой крен произошел в сторону. Раньше как-то все-таки больше рук было на фотодинамику, а сейчас НБА. Интересно. А может, что-то у кого еще, что-то другое есть? Оптическая когенентная томография? Романовская спектроскопия? Ну, и гистологически мы получили по результатам торбиопсии, ну, полностенную резекцию, скажем так, да, уротелиальную карциному без инвазии в субэпителиальную соединительную ткань высокой степени дифференцировки. Что насчет мышечного слоя? Мышечный слой был в материале, но он был не поражен. Ну, тем более не было инвазии в субэпителиальную ткань, то, соответственно, глубже тоже не было. И хотелось бы задать вопрос. В этой ситуации, Евгений Валерьевич, может быть, вы ответите на вопрос, как бы вы поступили при таком объеме поражения? Всегда ли вы выполняете при большом объеме поражения радикальную максимальную тур? Или все-таки вы иногда прибегаете при поверхностных опухолях немышечно-инвазивных радикальной цистоктомии как первым этапом лечения? Я думаю, что мы здесь подходим взвешенно, как и все, оцениваем онкологические риски. То есть, если пациент относится к категории высокого онкологического риска, то, конечно, мы с пациентом должны побеседовать о том, что даже если это не мышечно-инвазивный рак, то есть даже если это мышечно-инвазивный рак, что вероятность того, что он перейдет мышечно-инвазивный и в дальнейшем понадобится цистоктомия, очень высока. Но и пугаем пациентов тем, что если на этом этапе ему сделать цистоктомию, то пятилетняя выживаемость будет в районе 70%, а вот если он перейдет мышечно-инвазивный рак, то, конечно, прогноз у него упадет раза в 2 до процентов 30-35. Но, обращая внимание на МРТ, на ту картинку, которая там в верхнем углу, то, конечно, я думаю, что этому центу надо делать тур всех образований, еще раз получить морфологию для того, чтобы уже окончательно выбрать тактику лечения. Реатур, да? Да. А кто за цистоктомию в этой ситуации? Ну, на самом деле, это постоянный вопрос, когда ты заходишь инструментом в мочевой пузырь, видишь там вот эти кусты висящие. Здесь еще гуманная картина, бывает и хуже. И тогда ты серьезно думаешь о том, стоит тебе все это удалять или остановиться, действительно сделать турбиопсию, какой-то гемостаз до времени цистоктомии, чтобы пациент спокойно без гематуреи дожил. Да, пожалуйста. Такое видео, очень нехороший опухоль с таким ползучим компонентом, как мох растет, поэтому тут как бы, я думаю, что пока недооценена, и стадия недооценена, и морфологическая картина пока недооценена. Мы дальше и услышим. И, кстати, пока дальше не перешли, а гидронефроза справа не было, да? Да, гидронефроза у него не было, действительно, расширения не было, чашной лоханочной системы, ну и нужно принимать во внимание, что пациент, учитывая, что живет далеко, но у него ограничены возможности к противорецидивной терапии внутрипузырной для проведения, поэтому нужно и этот момент учитывать, мне кажется, в принятии решения в этой ситуации. Вот, но поможет нам ответить на этот вопрос Елизавета Владимировна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok